им привет итак не успел закончится турнир в южно-сахалинске ну как бы с небольшим с очень небольшим перерывом после турнира в южно-сахалинске я теперь выступаю в турнире всадки кубок компании магнезит групп и в первом туре мне белым цветом достался мой друг очень не люблю играть с друзьями олег николаевич юферев мы дружим примерно так с 90 года то есть больше 30 лет и должен сказать что мы небольшое вступление подозреваю что шахматам она мало относятся в общем воскресенье я в ночном воскресенье на понедельник я ночевал у него в екатеринбурге потому что в понедельник мне нужно было подать документы на визу в португалию собираюсь на чемпионат мира среди ветеранов 50 плюс ну и в общем очень не хотелось с ним играть но тем не менее вышел я е2 е4 и такой редкий ход по 3 почему-то основным ходом является ход по 6 на самом деле черные вполне могут играть d5 нормальным является ход а6 после т6 у нас получился такой как его назвать то ежик да без белопольных слонов у меня была отличная партия выиграна мной в 2002 году на самом первом аэрофлоте у константина лернера и там возникла примерно такая же позиция олег николаевич поначалу играл лучше чем известный одесский гроссмейстер вот то есть слоны в 8 и g6 мне кажется что это сильные ходы но после ферзь а5 конь c2 то есть константин и g6 не ходил и ладью на c8 непонятно зачем поставил и эту партию я в числе памятных обязательно прокомментирую но вот здесь после ладья c8 и в 4 над черными возникну нависла неприятная угроза е4 е5 а попытка перейти в эншпиль этой угрозе никак не мешает и 5 черные сыграли b5 ну если взять на b5 то компенсация конечно у черных будет они сыграют где-то д5 очень важно что в случае еды то есть два раза взять на b5 белые не могут а как только пешки е5 перейдет на д6 черный конь готов будет через f6 лезть на е4 на g4 и на д5 то есть три великолепных поля отсюда ход g4 ну и по сути на этом парте у нас почти закончилась потому что играть конь g7 олег николаевич не захотел я подозреваю я я собирался просто отведить конь е3 bc bc и пешка d6 неизбежно теряется ладья c6 никак ее не защищает из виду конь е4 конь на d7 подвисает вот виноват ну а после хода bc по сути наступила стадия реализации черные забрали на b3 и у них всего одна пешка за фигуру есть некоторая опасность очень активно для белых очень активно ладья по линии c при случае черные готовы ходом g5 подорвать пешку f4 и на мой взгляд в этой позиции я слишком шаблонно сыграл ладья а1 наверняка были более достойные продолжения сейчас вот на вскидку мне даже ход ладья d4 нравится больше чем ладья а1 и после конь c5 выяснилось что над белыми так нависла неприятная угроза конь d3 ладья работает b4 играть уже роману юрьевичу расхотелось я думал что можно сыграть конь d4 но и здесь после конь d3 у черных заметная компенсация то есть и ладья c3 есть ход и слон c5 по моему ладья c3 мне меньше нравилось и кстати и бить на b2 черные не обязаны у них например есть ход да вспомнил не конь бьет по 2 слона 6 мне не понравилось вписи пешкой f4 он едва ее точно нельзя заищать там взяли на b2 и ладья c2 вилка давайте покажу тюк тюк и напали и уже белые проигрывают видимо вот но ладья fd1 ход хороший конь b3 ладья a6 мне меньше нравился такой неторопливый такой неторопливое продолжение ладья b8 напали на b3 не отдали на а6 но вроде есть ход b4 и после конь е4 съели на а6 пока еще ладья c8 пешку по 4 конечно черные отыграют вот но скорее всего ресурсов для борьбы за ничью у них эти ресурсы иссяк до пешки переместилась на е4 этого не хочется вот ну и здесь тоже у черных много интересных ходов слон c5 мне казалось таким заманчивым ход ладья по 8 на некоторое время снял напряжение с линии c я этим тут же воспользовался мне казалось что это очень выгодное для меня изменение ладья прикрыла все по второму ряду слон встал на d4 все защищено лишней фигуры и вот это мне казалось уже должно выигрываться рукой на свою беду я начал считать какие-то варианты вполне можно было пойти например h4 с идеей ладья h1 h5 и дать мат потом еще и в 5 провести если что вот я сыграл ладья c1 решил начать упрощать позицию и здесь наметил размен коня е4 сильный ход интересный ход ладья c2 хотели менее интересными были и другие продолжения то есть конечно после ладья а7 черные не должны спастись сейчас и конь g3 пограживает и пешка и все все время требует внимания и у белок появляются даже такие идеи как f5 и конь f4 с отличными атакующими возможностями там на е6 висит потом слона свяжем вот но я сыграл ладья c2 чтобы не дать конью е4 убежать из-под размена конь g4 нет защиты от кони в 2 но черные после размена пошли же 5 я смотрю количество пешек тает изначально я собирался играть ладья c3 но потом после f6 слон d4 и фе слон е5 я не смог адекватно оценить эту позицию то есть черный король встанет на и будет стоять по полям f5 g5 и 5 он белых как только уйдет с поля c3 так сразу пешкой и поправиться вперед наверняка белые должны выиграть то есть их он должен затормозить две пешки король довести пешку даже 7 и потом конь отправиться на поле всем смотом но проверять прав ли я мне вообще не хотелось и я нашел возможность сыграть иначе конь g1 если черные попытались разменять слонов то я собирался играть слон h4 стоять слона на f6 коня на f3 при случае на h4 чтобы короля не выпустить и размена слона на коня конечно белые не опасаются вот а после король g6 конь f3 напал и я смотрю угрожает король f5 король е4 то есть черные реально пошли вперед и нужно что-то делать я нашел такую идею конь h4 и ладья c7 брать на е5 черные вынуждены теперь ужасно стоит король король был вынужден идти на h5 потому что вот в этом случае нельзя бить на е5 конь f3 чтоб не из-за конь f3 а из-за ладья бьет и в 7 и вот висит угрожает конь f3 подвис слон и здесь я был уверен что сплету матовую сеть ну и после король h5 тоже матовая сеть оказалось сплетена слон c3 пока что вкращенный ход ладья f8 черные не могут играть и 5 по какой-то причине сейчас на вскидку на векам может ладья f5 и роли h6 конь f3 в общем по какой причине здесь плохо е5 а е5 ладья может наш 8 ладья идет сейчас затрудняюсь ответить он мной было заготовлено на есть самый естественный ход может может все равно кстати ладья g8 да то есть отрезать короля и сплести матовую сеть конь f5 слон е3 ладья g5 мах вот в партии это удалось смотрите как конь f5 грозит конь бьет g7 защищать слона бессмысленно его съедят и съедят на е5 теперь ладья g8 король остался в углу самый естественный ход е4 сильнейшим было продолжение слон g5 безусловно и здесь черные еще могут сопротивляться хотя мне казалось что после слон g3 напал на пешку е4 грожу сыграть h4 на шаг готов уйти королем на h3 все-таки у белых очень сильная атака по моему так и собирался играть полной уверенности сейчас нет вот а после е4 белые очень на мой взгляд симпатично плетут матовую сеть слон е3 угрожает конь же 3 шах короля на 6 мы не пустили на король h4 слон f2 со страшной угрозой конь бьет е4 шах от которой нет удовлетворительной защиты то есть если допустим черные сыграли как-нибудь ладья b3 то я собирался давать шах потом играть слоны в 2 и на е3 кони в 5 шах съели на е3 ну и все с одной пешкой уже справиться будет легче все размены уже точно в пользу белых а после d4 вот такой симпатичная такая симпатичная концовочка шах у черного короля нет ни одного хода и ходом h3 белые неизбежно ставят подготовили неизбежный мат ладья g4 ну то есть то что выиграл неплохо плохо что обыграл хорошего человека и я в общем-то не очень собой доволен тем не менее значит завтра уже следующий тур всем кто за меня болеет спасибо надеюсь до завтра